У индивидуальных акций риск намного выше, чем у индекса. Даже у самых сильных фундаментальных показателях, особенно в России. Вы можете прокомментировать. Да, я не спорю, друзья, и здесь я не говорю, что нужно покупать отдельную историю. Но еще раз, в индексе, в том числе, есть акции компании. Посмотрите, есть оборотная сторона медали. В индексе есть и акции тех компаний, которые реально не выживут в эпоху растущих процентных ставок. У компаний, у которых высокий леверидж, а их очень много сейчас на рынках. В России, наверное, в меньшей степени, в американском рынке гораздо большей степени. Просто понимаете, американский рынок это было все и вся последнее 20-30-летие. Вопрос в том, что если все циклично, то скорее всего аутсайдером тоже может стать Америка. И кто-то слушает умные речи, занимается индексным инвестированием и покупает Америку. Кто-то говорит о глобальной диверсификации, о том, что смотрите более внимательно. Ребята, я ни в коем случае не хочу сказать, что нужно делать ставку на отдельную историю. И в большинстве своем, когда мы говорим про активное управление и люди, которые говорят про принципы распределения портфеля, про индексное инвестирование, они как раз-таки говорят, что активное управление не работает. Интеллектуальное управление не предусматривает активного управления. В чем разница между интеллектуальным и активным? Интеллектуально вы покупаете компанию и держите ее. И Баффет вам, ребята, доказал в период с 65 по 2005 год, что это правильно. Мы входим в эпоху 65-го 2005 года, в эпоху, когда будут работать принципы стоимостного инвестирования, а не индексного инвестирования. Вопрос, принимать это или не принимать, он находится на вашей стороне. Решение находится на вашей стороне, не на моей. Я вам показал альтернативу. И вопрос в том, что вы можете упереться в то, что индексное инвестирование – это наше все, и сто процентов денег направлять в индексы, или вы можете подвергнуть сомнению все то, что вам сейчас говорится со средств массовых информаций и всеми гуру инвестиционными, и послушать альтернативное мнение, и на всякий случай сделать еще и так. Вопрос, сколько у вас это потребует денег, чтобы это узнать. Опять же, как и Рей Далио, все говорили в 2019 году все хорошо, экономика растет, да, Америка будет рост не 3% в год, а 2,8, немножко замедлится, но тем не менее расти компаниям есть куда, а он берет и делает ставку на падение американского рынка, и полтора миллиарда на это ставит. Он не ставит 50% своего капитала, который пока что управляется по принципам всесезонного портфеля, но все равно он делает что-то отлично от того, что делают другие. Я вам сейчас говорю, что есть вещи, которые приведут к тому, что придется делать отлично от того, что делают другие. И вопрос, узнать про это больше, погрузиться в это больше. Вопрос, где вы во всей этой ситуации, какое решение вы принимаете. От ваших решений сегодня зависит ваше завтра, не только ваше, ваших детей. Заброс глубоко-глубоко вперед. С одной стороны, это очень непросто, но на коротком промежутке времени, друзья, ошибиться риск очень и очень высок, нужна видение, нужна стратегия. Со своей стороны буду готов вам рассказывать, помогать, выстраивать эту стратегию. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего вам самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok